Вкусный атрибут медового спаса – это свежий мед. Народная традиция предписывает именно в этот день начинать взламывать соты и пробовать первый медок. Православные в этот день приносят мед храмам для освящения. И хоть и говорится «спасовка лакомка», так как в августе поспевает много даров природы, однако в этот день начинается один из самых строгих постов – Успенский. Во время поста они приобщаются к святых тайн Христовых, вкушают тело и кровь Христову, это очень сладкие дары. Все остальное в жизни нашей напоминает об этой сладости. И вот мед – одно из таких напоминаний. Мы благодарим Бога за то, что Он через пчел подал нам эту сладость. И посвящаем Ему все, что есть у нас в жизни. Вот это смысл освящения, который совершается сегодня. Этот праздник возник в IX веке в Константинополе, где хранилась часть Голговского креста, на котором по преданию был распят Христос. На жаркий август в этих краях приходится пик инфекционных заболеваний, вплоть до эпидемий. Именно в начале августа Животворящий крест Господень, как величайшую спасительную святыню, выносили из храма, возносили с молитвами вверх над верующими, а затем крестным ходом с участием множества народа обходили город для освящения и отвращения болезней. Для защиты людей от болезней освящались Животворящим крестом Господнем колодцы и источники. В православии праздник так и называется – происхождение или изнесение честных древ Животворящего креста Господня. С праздником, дорогие берчане! Пускай жизнь ваша будет сладкая. Доброго здоровья всем! В связи с греческой традицией, любое соприкосновение с водой в этот праздник считается полезным для здоровья. Поэтому не случайно медовый спас имеет еще одно название – спас на воде. И в народе говорили – на спаса в Йордане купаться, незамоленные грехи простятся. А вот после этого дня славянская традиция предписывает не купаться в водоемах. Вода становится значительно холоднее и грозит нежелательной простудой. Похоже, и наше сибирское лето в эти дни нам на это намекает.